Сколько лет простоял рекорд Сити Флетчера? Кто все-таки официально смог побить рекорд Дениса Цыпленкова в строгом подъеме на бицепс? Ждать ли нам нового рекорда от Дениса? Чем отличается новый сертифицированный гриф от остальных? Какой максимальный вес поднимают топы строгого подъема на бицепс? И по каким правилам сейчас проходят соревнования? Все это в нашем новом выпуске. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Итак, мы начинаем! Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими-многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте «силаруков.рф». Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, хотя я до глубины души армрестлер, приезжая на любые фестивали спорта, я не могу обойти стороной такой вид спорта, как строгий подъем на бицепс. Потому что тоже очень люблю это упражнение. Конечно, я не поднимаю строго на бицепс у стены, в силу своих проблем со здоровьем. Но я люблю поподнимать на бицепс в других техниках исполнения. И сегодня я решил немного углубиться в историю данного вида спорта. Подъем на бицепс – это очень древняя дисциплина. И мало кто знает, что раньше в пауэррифтинге, в силовом троеборье, вместо становой тяги, был именно подъем на бицепс. Популярность данного вида спорта пришла к нам из-за рубежа, от Сити Флетчера. Его рекорд в 102 килограмма или 225 фунтов не могли побить аж целых 20 лет. Первым, кто смог это сделать, был именно Денис Цыпленков. Подняв свои знаменитые 113 килограмм. До сих пор не утихают споры, побит ли рекорд самого Дениса Цыпленкова. А собственно, установлен ли был рекорд Денисом. В то время, когда Денис побил рекорд Сити Флетчера, в России даже не было такой дисциплины, как строгий подъем на бицепс. Не было ни судейства, ни сертифицированного грифа. Рекорд Дениса Цыпленкова, кстати, продержался 7 лет. И был побит совсем недавно Дмитрием Жемаркиным, который смог зафиксировать штангу всего лишь на 1 килограмм больше – 114 килограмм. Да, были попытки в 110 килограмм от Незамита Агиева и от него же 115 вне зачета. Были и попытки в 117,5 килограмм от Антона Корчина и даже 120 килограмм в рамках шоу от самого же Дмитрия Жемаркина. Но в зачет идут именно 114 килограмм. Потому как все остальные попытки были выполнены на грифе более старого образца, так называемой загогулины. Поднял бы Денис свои 113 килограмм на новом грифе – большой вопрос. Вообще, пока не ввели общий сертифицированный стандарт грифа, было непонятно, кто лидирует в данной гонке за рекордами. Не знаю, как вам, но мне бы хотелось, чтобы Денис побил бы свой рекорд сейчас и развеял все сомнения, установив новую рекордную планку, может быть еще лет на 7, к которой бы снова все стремились. Ведь именно с Дениса Цыпленкова началась популяризация данного вида спорта. Но хочет ли этого сам Денис? А вы бы хотели, чтобы Денис вернулся в строгий подъем на бицепс? Напишите в комментариях. Ну, это все началось с Дениса Цыпленкова, мне кажется. Вся вот эта гонка. Потому что все сразу вспоминали, а вот Денис поднимал на другом грифе, когда он поднял на своем знаменитой рекордс. Причем тогда-то дисциплины этой не было еще. Да, да, да. Если действий не было, никто не видел. Никто не знал, как судить. Вроде встали по бокам, а что делать там. А голова должна быть прижав. Ну, вроде, да, и Денис прижал голову, хотя это не требует правила. Я помню, там какую-то доску даже вынесли, даже это не стена была как таковая. Со стульев он поднимал свои 113. Поднимал, кстати, Денис на своем грифе своего спортзала, который принес такой классический езот гриф. Он, конечно, сложный, но конкретно к тому рекорду Дениса тоже есть вопросы. Есть вопросы в плане о том, что со согнутых рук он стартовал, у него такой вот подъем, как бы передними дельками, наверное. Нет, я думаю, что согнутых. У Дениса, в принципе, то есть у него руки не разгибаются до конца. То есть, конечно, в строгом подъеме на бицах действительно заставляют судьи, чтобы руки, колени были прямые, руки были прямые, когда ты стоишь у стены. Ну, то есть, если у спортсмена не разгибается, то ничего не сделаешь. Ну, хотя, возможно, да, это дает небольшое преимущество при старте. Да, просто потом был гриф вот этот вот как раз-таки очень сильно кривой, заговорный, так называемый, с которой спортсмены могли делать как-то в дурь корпуса подъем. Просто я сам выступал в этой дисциплине, это как по-моему, профильный спортсмен. И начались вопросы. У меня? 75, нет, 77, ну да, 77 я в зале поднимал, 77 с половиной, а так 75 на соревнования. Сейчас я готовлю, и моя дисциплина в бицах, но не у стены. Н.В.П.А. был турнир, и вот там Корчин занял первое место. Там тоже были, он, по-моему, чуть ли не 120 поднял, несколько, я помню. Но тоже гриф был, по-моему, не совсем. То есть Корчин тоже, вот как раз они с Жемаркиным. Сейчас, на равных. Просто я... Ну, сейчас домов очень не было нигде, видно. Да, да, да. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, побит ли был рекорд Дениса Цыпленкова? А мы сегодня прощаемся с вами. И напоследок я вновь обращаюсь к вам. Людям неравнодушным к спорту с просьбой помочь нам с супругой выехать на Кубок Урала по армрестлингу среди инвалидов. Только от вас зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Денежные средства на нашу поездку можно перечислить по номеру телефона, который привязан к карте. 8-920-177-55-61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. У каждого из нас есть мечты и цели. Каждый из нас достоин быть счастливым, успешным и богатым. Но на пути к ним мы часто сталкиваемся с препятствиями, сложностями, сомнениями и различными переживаниями. Все можно преодолеть и пройти, если у тебя есть вера и поддержка. Даже если у тебя опустились руки, не бойся, можно взять паузу, выдохнуть, сделать маленький перерыв. Но снова нужно взять себя в руки и идти вперед. Это же твоя мечта. За тебя ее никто не достигнет. А если ты сдался, то скорее всего это была не твоя мечта и не твоя цель. Когда мы чего-то хотим искренне, по-настоящему, то спим и видим, как к нам это приходит в жизнь. Если у нас идут мурашки от нее, когда мы в сотый раз о ней думаем и рассказываем с горящими глазами, значит это она, твоя искренняя мечта и значит у тебя все получится. Возможно, не так быстро ты к ней придешь, но наслаждайся каждым шагом на пути к ней. Путь к ней будет наполнен интересными событиями, новыми знакомствами, знаниями и идеями. Получай удовольствие от самого процесса. Именно на самом пути к мечте мы растем, развиваемся и живем. Иногда придется проделать десятки попыток, много раз начинать все сначала, но твоя мечта, я думаю, достойна, чтобы пройти этот путь. На этом все, друзья. Но надолго мы с вами не прощаемся. Вас скоро ждут новые выпуски с новыми историями и героями. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился ролик. Пишите свое мнение в комментариях. Мы все читаем и нам важно ваше мнение. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зенятулин Руслан. Текст читал Берсеркер, Курбанов Эрик, автор и режиссер канала Зенятулин Руслан.